Добрый день! Сегодня мы рассмотрим безымянную коробочку от компании LanLan. В ней головоломка под названием Clover Cube или Sunflower Cube. Открываем. Это еще из старой серии, когда LanLan название головоломки не писала на своих коробках. Извлекаем. Инструкции нет. Ничего нет. Только сам кубик. Размером он с обычную трешку, но явно потяжелее. Можно встретить название Clover Cube. Есть подобная головоломка от компании Very Puzzle. Купить сейчас проблематично. Есть название такое же от компании GE, но это разные головоломки от слова совсем. Единственное, что у них общего, что-то на ребрах вращается. То есть, мафанговский делает вот так, а этот делает вот так. Тут форма сразу меняется. А здесь, чтобы поменять, нужно приложить сноровку и усилие. И тогда это возможно. Примерно так. Названия похожи, но совершенно разные головоломки. На этом сравнение закончено. Из этой серии уже была Clover Pyramid, подобная пирамидка с углами и Clover Octodron. Все я уже когда-то обозревал. И примерно в то же время, что и эти головоломки, я купил и Clover Cube. Он вышел тогда последним. Купил не из-за того, что мне прям очень нравится эта серия, а просто, ну раз уж все купил, то и его куплю. Было это очень много месяцев назад. С тех пор я брал этот кубик в разные поездки. Он путешествовал даже со мной за полярный круг. В аэропорту служба безопасности просила предъявить, что это за чудо-юдо лежит в моей сумке. Казалось, что при просвечивании он выглядел как-то пугающе. Ну, когда я извлекал, все успокаивались, понимали, что это головоломка. Брал с собой несколько раз, но так толком его и не протестировал. Главное, что мне не нравится в подобных головоломках, это то, что их очень долго перемешивать. Их нельзя взять, к примеру, как трешку. Не глядя, покрутить какие-то рандомные движения. И уже замешанное состояние. Или как какие-то большие скьюбы, элитные, многослойные, тоже помешал. И все перемешано. Здесь нужно очень долго перемешивать. А чтобы сборка была поинтереснее, нужно пытаться угнать куда-нибудь вот эти элементы подальше. Вот такими вот движениями. И при каких-то часто все блокируется. Пока это еще возможно. Но теперь вот этот обратный элемент мы уже не повернем. Здесь вот этот двуцветный все заблокировал. И нудновато. Сейчас частично что-то верну на место, чтобы продемонстрировать. Есть здесь элементы одинаковые. Тут такие вот лепестки одноцветные. Их тут 4 штучки на каждой грани одинаковых. Они взаимозаменяемые. Здесь внутри есть такой вот бесцветный уголок, который на что-то, наверное, влияет. Какие-то движения блокирует. Собирал его несколько раз. Вращение так себе. Здесь все-таки нет каких-то там пружин. Все. Пластик трется о пластик. Такое вот строение. Самое забавное, что можно здесь встретить, это то, что вот этот элемент можно на месте развернуть. Это самое удивительное, что мне здесь встретилось. Нудновато собирается. Не особо сложно. Но, возможно, кому-то будет интересно, кому нравится вот такая вот долгая медитативная сборка. Если бы мне его кто-то добровольно перемешивал, то, возможно, у меня симпатии к нему было бы побольше. Но таких людей найти трудно. Перемешивать его сложнее, чем собирать. Не то чтобы сложнее, но более нудно. То есть, качественно перемешать здесь нужно еще и постараться. Попробую изобразить что-то здесь интересное. То есть, мы можем вот этот элемент как на это ребро передать, так и на это. И в зависимости от того, куда мы это сделаем, это ребро можно развернуть. Вот эти вот большие двухцветные элементы, они только вращаются на месте, не перемещаются. Путешествовать по кубику могут вот эти элементы. Такие двуцветные и вот такие лепестки. То есть, вот этот можно отправить куда-то вон туда и потом долго мучительно его тут доставать. Если мы этот возьмем сюда, потом отправим сюда. Каким-то образом пока поменяем. И теперь будем пробовать его сюда забрать. И как-то вот так. Уже все тут заблокировалось. Ну вот. Допустим, что-то я смог. Вот так. И вот так. И вот он вернулся на свое место. А я хотел развернуть. Ну, не получилось. Пару раз в сборках у меня это встречалось. Я сначала хотел по кругу прогонять, как на головоломках типа Redimings. Но в итоге все решилось здесь и проще. Вот я еще немного повертел. Переставляем вот сюда. Тут все уже заблокировалось. Сейчас как-то нужно разблокировать. Каким-то таким образом. Недостаточно. Нет, не вышло. Как-то так. Ну вот в этом вся и сложность. Хочешь что-то удивительное показать, но тут все мешается. Вот так. Так. И вот так. Ну, вот такие вот вращения. Постепенно головолом, конечно, разрабатываются. И каких-то жестких застреваний здесь нет. Сам процесс сборки, конечно, скучноват. Все основывается на каких-то пиф-пафах. Раз. Два. Три. Четыре. И мы какой-то элемент на место поставили. Я в своей сборке сначала стараюсь вот эти вот двухцветные поставить по местам. А потом уже переставлять лепестки. Возможно, есть какие-то стратегии более интересные. Ну, я собираю так. Например, попробуем вот этот элемент поставить сюда. Вот это место сюда. Поближе. Подведем. Куда-нибудь. Так. Так. И вот так. Что-то здесь вернулось. Осталось вот это вот восстановить. Подкинем какой-то сюда красный. Заменим. И все. Собралось. Какой-то сложности в головоломке я не обнаружил. Но он вот так вот. Скоротать вечерок. Либо в какой-то длительной поездке. Хотя я летел несколько часов. Не нашел желания его повертеть. Если честно. Наверное, кому-то будет интересно. Для меня это чисто коллекционный экземпляр. Возможно, настроение к таким головоломкам у меня еще вернется. Все же, вот эта вот пирамидка мне показалась поинтереснее. Но здесь элементов поменьше. Хотя и принцип такой же. Да и вращается она получше. Ну ладно. У меня теперь есть вся серия. Можно поставить на полку. Не могу рекомендовать этот куб для обязательной покупки. Разве что вы ищете что-то новенькое, что-то незнакомое. Все остальное вам надоело. По крайней мере стоит не очень дорого. Это все-таки лан-лан. Поэтому позволить себе можно. Смотрится красиво. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.